Всем привет, это канал Кирюха Плей и у нас возвращение рубрики FIFA 16 прогноз. А прогнозировать мы будем на матч финала Лиги Европы Ливерпуль-Севилья. Ну, очень-очень такой матч, который многие ждут. Наконец-то, особенно болельщики Ливерпуля, кстати, буду играть за Ливерпуль. Наконец-то у Ливерпуля может появиться какой-то титул за такой долгий промежуток времени. Ну и подвинуть Севилью с этого первого места в Лиге Европы, в принципе, которая уже столько раз выиграла этот второй по величине Европейский кубок. Состав немножко поменял, потому что сама FIFA состав вставила какой-то, ну, совсем уж дурной. Немножечко его подкорректировал. Сейчас вы его, кстати, можете увидеть уже на экране. И вот расстановка. Ну, а состав Севильи я особо не менял, ну, в принципе, ничего не менял, просто взглянул, там вроде все хорошо, все нормально. Сейчас их состав тоже будет, да, вот он есть. Играть решил на стадионе Сан-Сиро, так как Сан-Тейс, как он называется-то, Сан-Тьяко-Парк, Сан-Тьяко-Парк, а нету. А FIFA 16, ну вот решил провести финал на Сан-Сиро. Классный, крутой стадион. Смотрим, как здесь сыграют команды. Судья у нас португалец. Ну и последние вот эти минуты волнения перед свистком главного арбитра. Ну, будем болеть, прогнозировать за Ливерпуль и на финал Лиги Европы. Сразу я поставлю, наверное, контратаку и начнем мы от обороны. Ну что, понеслась первое касание мячом и игра началась. Хотел я рассказать о том, как эти два клуба шли к финалу Лиги Европы. Начну, пожалуй, с соперника, с Севильи. Она вообще начала свой путь к финалу Лиги Европы с группой D Лиги Чемпионов, где помимо нее еще был Манчестер-Сити, Ювентус и Боруссия. И вот этот классный момент мог первым получиться. И заняла в своей группе Севилья лишь третье место, выиграв только у Ювентуса и Боруссии. Ливерпуль начал, если кто-то забыл, начал свой путь к финалу Лиги Европы в группе вместе с Казанским Рубином, Сосионом и Бордо. Причем с Рубином они сыграли даже в ничью. Ну и вообще Ливерпуль целых четыре раза сыграл в ничью в групповом этапе. Всего лишь два раза смог обыграть соперников. И набрав 10 очков, они прошли в одну шестнадцатую Лиги Европы. Так, здесь немножко надо. Фолл, фолл был нет. Нарушения не было. Прокинуть. Вермина, прокинуть мяч. Молодец. Держит. Право, право флангом Лана. И подача слева ноги штрафную. В одну шестнадцатую Севилья встречалась с Мольде норвежским. И умудрилась даже раз проиграть. Правда, 3-0 выиграла и один раз проиграла. Ну, это особо критичного не было для них. Уверенно, в принципе, пробили следующую стадию. А вот у Ливерпуля был матч с Аугсбургом, где они один матч сыграли в ничью. Второй матч выиграли. Ну, в принципе, тоже. Немножко со скрипом, но все же протиснулись в 1-8. Вот здесь перехват Е2 не случился. Все-таки случилась ошибка здесь. Да, со скрипом, но команды прошли в 1-8 финала. Так, опасный, опасный, опасный удар. Минюли. Рож. Ну и в 1-8 финале Севиль играл с Базелем. Раз в ничью сыграли и один раз выиграли с счетом 3-0, в принципе. В принципе, проходимый соперник для Севилья. Швейцарцы, увы, ничего показать особо не смогли. А вот у Ливерпуля в соперниках был грозный Манчестер Юнайтед, с которым они сыграли в ничью и тоже один раз выиграли. Я бы не сказал, что матч был уж слишком-слишком трудный для Ливерпуля. Ну, так скажем, не зря считает Ливерпуль кубковой командой. И они, в принципе, смогли продвинуться дальше. Пройдя МЮ, который сейчас вообще останется, скорее всего, на выход серии, он уже, наверное, останется без Еврокубков. Скорее всего, потому что я записываю чуть раньше, еще последний тур не сыгран. Но, возможно, останется без Еврокубков в этом сезоне, в следующем сезоне. Выбить отлично. Ну и можем пробовать убежать в контратаку. Здесь Фермина обработать. Хорошо обработать не получается. Оттеснил его Рейс от мяча. И Рейс уже правым флагом убегает. Хорошо, подкатит действует защитник. Пока довольно равный футбол мы наблюдаем. Уже можно, в принципе, выключать защиту и переходить более к атакующим действиям, лишь бы не пропустить только. Сейчас вратарь наш ошибся слегка. Ну и не, что удар будет в ближний угол. Минюли, хорош. Зонзи пробивал. Великолепно пробивал. Плотненько. Так, она плянка подача. И снова выбить надо. Не получилось. Далеко вынести мяч. Еще один угол. Уже, по-моему, четвертый или пятый угловой будет в этом матче. Надо уже отвести атаку от своих ворот и продолжить рассказ о путях команд к финалу. Туда, если закинуть. Старич добежит. Ох, как Рика выбежал. И вот, да, я сказал то, что Ливерпуль обыграл Манчестер Юнайтед. Это был первый такой грозный соперник для Ливерпуля. Но в следующей стадии была Боруссия. Да, Юрген Клоп против своей бывшей команды. Их, еще один, да. И вот где была настоящая Рубилова. Особенно во втором матче. Многие, наверное, на стадии жеребевки и пенальти. Очередной назначенный фифой пенальти. Непонятно за что. Но будем считать, так было нарушение действительно. И на 31-й минуте Банега против Минюле будет сражаться в серии 11-метровых. 1-0. Севилья открывает счет. Ну, в принципе, давили они, давили. Не хотелось, конечно, чтобы они забивались в пенальти. Лучше бы забили с игры. Но все же, гол есть гол. Так я расскажу дальше про то, как сыграли Боруссия с Ливерпулем. Многие еще на стадии жеребьевки хотели... На ранних стадиях даже жеребьевки в любом случае хотели, чтобы эти команды встретились. Но только ближе к финалу. Но так получилось, что они сошлись в 1-4. Вот это была заруба, кто смотрел. Боруссия, Ливерпуль. Счет 3-4. Ну, многим он напомнил финал, наверное. Стамбульский против Милана. Ну, в общем, матч был что надо. Севилья при этом довела матч свой в 1-4 против Атлетика до серии пенальти. И дома по серии пенальти уже смогла обыграть Атлетик. И пройти в полуфинал, где против Севильи был Шахтер. На выезде сыграв 2-2. В принципе, хорошо. Хороший результат для гостевого матча. Дома они, в принципе, сделали то, что требовалось. Они победили. За счетом 3-1. Ливерпуля был Вильяреал. И тут тоже... Ой, так вот. Решили выбить. Ливерпулю немножко было тяжело, но все же победили 3-0. И один матч проиграли 0-1. И прошли в финал. Почему я играю за Ливерпулю? Во-первых, Ливерпуль кубковая команда. Мне нравится именно, как она играет в кубках в чемпионате. Да, у нее бывает много проблем. Но в кубках это самая, наверное, лучшая команда. Правда, давно ничего не выигрывала. Но, быть может, выиграет в этом году. И если глянуть путь двух команд к финалу, то, мне кажется, Ливерпуль немножко заслуживает больше, чем Севилья победы. И, ну, поэтому лично я буду в этом матче болеть за Ливерпулю. Но пока в моем FIFA прогнозе обратная картина. Ничего, в принципе, опасного не получается. Ливерпуль, наоборот, проигрывает. Сейчас у Гомера на левом фланге с Коноплянкой перепасовывается. Здесь хорошо Шкартелло от Бори сыграл-то. Уложил Коноплянку. Лолана. Дальше на Каутиня. Каутиня с Фермина сыграл в стеночку. Ух, и в Каутиня уже в штрафной площади соперника теряет мяч. И вот поэтому я считаю, что путь был труднее. И поэтому, мне кажется, Ливерпуль будет более, как бы, правильно, если он победит в Диге Европы. Кстати, об истории встреч этих команд они ни разу не встречались в официальных матчах. Так что прогнозировать куда еще труднее. Также Ливерпуль выиграл все три раза, да, по-моему, Лигу Европы. Ну, Купаку, Ефа, Севилья же делал это четырежды. Больше них в сумме никто, естественно, не выигрывал. Так, можно сделать, я думаю, какую-то замену. Немножко у нас проваливать центр поля. Выпущу Хендерсона вместо Айлана. И попробовать уже выпустить Милнера вперед. Второй тайм. Пока что Ливерпуль проигрывает. FIFA прогноз после первого тайма 0-1 в пользу Севильи. Можете даже сделать на это ставку. Вдруг повезет. Также я надеюсь, что вам понравилось, что я рассказал историю. Как бы не историю, а путь этих команд к финалу. Освежив немного в памяти. Ну, хотя, я думаю, вы перед финалом все равно где-то с этим ознакомитесь. Вспомните, что все равно все забывается со временем. Ой, хорошо, Морена. И удар получился такой случайный. Дальше, дальше, дальше. Здесь не потерять. Каутиньо теряет мяч в центре поля. Здесь не точная передача в атаку. Морена. Каутиньо. Дальше, Морена. Снова Каутиньо. Ну, и тут уже на подходах штрафной. И пробить можно уже с этой позиции головой. Миллер пытался править мяч. Мне кажется, надо было бросаться ногами. Хорошая, опасная атака. Наподобие этого мяча Боруся забивала Ливерпулю свой первый гол из всех семи мячей в их очном противостоянии. Есть ошибка мячного у Ливерпуля. Пробить на другой фланг перевести атаку. Дать место для Кляйна. Ух, его в среде оказался у нас Фермину. Ой, еще и нарушение пойдет. Не будет нарушения. Слава богу. Сивиля перестала бежать вперед. После того, как они забили гол с пенальти, в принципе, их запал Паутих. Ой-ой-ой-ой, ну только не сейчас, только не второй. Нужно, естественно, выбивать мяч отсюда. Пускай в подкате, пускай хоть как-то. Но главное выбить. Все равно мяч около штрафной находится. Удар! И от штанги мяч уже уходит за пределы поля. Льюренте наносил удар. Очень опасный. Даже рука дрогнула немножко. Ну, Милнер, через центр поля. Пора бежать, старич. Ну и что ж ты, Милнер-то не побежал дальше? Подустал у нас Роберт Фермино. Отбирать надо. Милнер, ну что ж ты не можешь погрубее-то сыграть немножко против Льюриенты. И подачу штрафную. Подальше выебить. Хорошо, Каутиньо. И что-то Каутиньо остановился. Я не знаю почему. Может быть у него травма, нет? Здесь все нормально. Он слишком сильно устал. Милнер, мы отвергаем вперед. И кого у нас выпустить? Вот так вот и некого особо. Пускай останемся, значит, так. С такой пока... С таким списком игроков в матче. А уже 70-я минута матча. Если забивать не сейчас, то когда? Пора забивать, пора. Так вот через оборону мы раскидываем атаку. Ну и все. И все просто. Его отодвинули от мяча, мяч потеряли. И даже, блин, где ваши яйца-то, футболисты? Нарушение. В центре поля. Кому-то, походу, будет показана желтая карточка. Нет, никому не будет. Замена была. Нет, не было замены. Показалось, что была замена у соперника. Ух, какой пас-то прошел. И дальше. Черпачком так. Не получилось направить мяч в атаку. А тактика уже переходит у нас на атаку. Совсем не бежит. Ливеркуль у нас вперед. Подсел немножко. Севилья спокойно в центре поля контролирует мяч. Нету никакого у нас прессинга. Где прессинг, ребята? И мягенькая подачка в штрафную менюле. Ух, Хендерсон ошибся здесь. И это 2-0. После того, как передача пошла в штрафную, я уже понял, до голевого паса, что уже будет 2-0. Что уже, в принципе, все. После вот этого паса я уже понял, что будет 2-0. Вот так вот и просто. Севилья забивает второй мяч. Потихоньку так подкрадываясь к нашим воротам. Они взяли и забили. Ну вот и все. И тут же потеря. Вообще не борются футболисты. Как будто Ливерпулю, ну, так скажем, грубо насрать на этот матч. Надеюсь, в матче еще дальний удар будет. Еще и угловой ходится опять до конца матча. Надеюсь, в матче финала настоящего, а не прогноза, Ливерпуль, конечно, будет играть куда с большим желанием. Если бы сейчас еще и третий залетел. Это угловой. Плотненько Севилья уселась на ворота Ливерпуля. Ну, Роберт Фермино. Твой последний шанс убежать в этом матче, возможно. И никто не поддерживает. Где все? Контратака остановилась. И тут перехват отличный. Правда, очень здорово играет Севилья в обороне. Пас даже никуда. Просто лишь бы не потерять. Целых две минуты додобавил Арбитр. Еще нападать штрафную. Это 3... Нет, не 3-0. Это еще один угловой. Отлично. Капитан зарабатывает еще один угловой. Это способ подтянуть время. Ну и Милнер. Нет. Судья не дает ему убежать. И все. На этом мой FIFA прогноз в принципе завершен. Ливерпуль к моему конечно сожалению проигрывает Севильи. Севилья выигрывает пятый раз Лигу Европы. Ну и к радости естественно болельщикам Севилья она выиграла. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравился мой FIFA прогноз подписывайтесь. Обязательно к Лиге Чемпионов будет тоже прогноз и планируется FIFA прогнозы на ближайший чемпионат Европы. Еще раз всем спасибо. Всем пока.